Сегодня ночью на улице Походной, территориально около дома на Новострое-1, что на Уктусе, бухой 32-летний хондовод Андрей Вишняков воочию продемонстрировал, ну, по крайней мере, своему папке Алексею, что автомобиль, имеющий четыре крыла, может летать. Недолго, но может. Эх, жаль, регистратора не было. Декорация такая. Хонда Аккорд катилась по Походной улице в сторону Елизаветинского шоссе. За рулем пинющий глаза в кучу Андрей Вишняков. Рядом с ним, на месте смертника, его папка. Ну, видимо, тоже даты. Был бы трезвый, сам бы сел за руль. Впрочем, степень нажратости пассажиров в данном контексте значения не имеет вообще. Важно, что рулевой был в Хламидушку. В окрестностях дома номер один, на улице Новострое. Походная довольно-таки извилиста. Там находятся два железнодорожных переезда друг за другом. Ну, в общем, самое место, чтобы сбросить скорость. Особенно в потьмах. Однако Андрей, везший родного папку на машине, записанной на маму, не счел нужным тормознуться и на изгибе как шел по прямой, так и соскочил с трассы. Но не тупо убился о столб или о дерево, а на ближайшей кочке, на грунте, Хонда подскочила и взмыла в воздух. Судя по следам, Аккорд пролетел 30 метров над тротуаром и кустами, высшей точки полета достигнув человеческого роста, если судить по срубленным веткам кустарника. После захода на глиссаду, Хонда не вонзилась носом в почву, а аккуратненько приземлилась на 4 калоши, еще чуток прокатилась по ВПП возле рельсов и окопалась. Сам бухой пилот вообще здоровьем не пострадал. На его папку на месте смертника вытряхнулось разбитое стекло смертника, осколки слегка порезали, можно сказать, второго пилота летучей Хонды, но он от госпитализации отказался. Ну а дальше началась рутина, не такая эффектная, как 30-ти метровый полет на высоте человеческого роста. Гаишники в ночи где-то надыбали парочку понятых, бухой пилот Хонды Андрей зачем-то согласился на свидетельствование, и началась долгая и увлекательная дыхательная гимнастика. Так, Андрей Алексеевич, сейчас после звукового сигнала необходимо маншту плотно губами оплатить, видите, как стрелочка показывает, дуть от себя долго, непрерывно. Я вас сам остановлю, хорошо? Угу. Подготовка после звукового сигнала будем дуть. Продываем. Вы не дуйте, вы не дуйте, все, вы не дуйте. Андрей Алексеевич, готовы? Готовьтесь. Ру-два. Дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем. Впять не будет. Выдох прерван. Надо дуть дольше. Дуем-дуем-дуем-дуем. Два сразу прерван. Вы языком не затыкайте дырочку, а просто дуйте-ка шарик надуваете. В первый раз, что-то слабо. Ну, в общем, только с четвертого раза Андрей понял, что в его состоянии напарить ему никого не удастся и дунул, как Юрий. Два. Дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем-дуем. Достаточно. Все. Продуем. Результат. Тысяча сто тринадцать. Норма превышена почти в десять раз. Итог был вполне прогнозируем. Андрей попал на тридцать тысяч и лишение. Аккорд забрали на штрафстоянку. Зато полетал. Не многие сейчас летают. Не то, чтобы безумству пьяных, это как сказать, поем и песню. Нет. Бухать за рулем это зло, да и опасно. А знаете, почему отец и сын не погибли и не травмировались в этом ДТП? А это был ДТП. Дорожно-транспортный полет. На тридцать метров на высоте человеческого роста. Может быть потому, что сегодня праздник святого Николая Мирликийских Чудотворца. Ведь именно его изображают на авто-иконках рядом со Христом и Богородицей. Святители Отче Николы, моли Бога о нас.